А вот и первая, как говорится, неприятность на дороге. Топливо полбака. Вот зажигание включил. Автомобиль не заводится. Заглох просто на ходу и высветилась ошибка. Неисправность коробки. Притом стартер крутить крутит, автомобиль не запускается. Стою в центре города, попросил. В сторону оттащили. Сейчас проверил. Под капотом. Сначала реле снял. Посмотрел предохранитель. Здесь получается 25-й предохранитель. 25 ампер топливный. Думал, может быть он. Нет, он целый. И посмотрел. Выкрутил вот этот сосок. Проверил. Давления топлива нет. Сейчас еду за соляркой. Залью и попробую. Наверное, либо топлива нет, либо насос топливный в баке кончился. Залил 20 литров соляркой. Не нажимая на педаль тормоза, включая зажигание. Так делаю пять раз с задержкой, там 3-4 секунды. Выключаю, опять включаю. И на шестой раз завожу. Очень надеюсь, что заведется и будет работать. Вот такая вот получается неприятность встать в центре города. Ну все, запускаю. Дело было не в бобине. Залил 20 литров, датчик не поднялся ни на грамм. Вот тебе и подвох в датчике. Так, ну что, буду заказывать новый датчик. И будет у нас новое видео. Вот так вот, ребята, бывает. Все работает. Сейчас если нажать здесь, топливо пойдет. А до этого, при том, как крутил стартер, топливо не шло. Но вот как знать, следить только пока за пробегом. Ладно, закрою крышки уже дома. Поеду, заправлюсь до полного бака. И выставлю спидометр. Доехал я до дому. По дороге заправился. Помимо того, что 20 литров с канистры залил. Я на заправке еще 68 литров влил до полного бака. Я осушил бак полностью. В надежде о том, что я купил шикарный экономичный автомобиль. Не смотрел, сколько емкость бака. И катался только по датчику. Датчик показывал половину. Приехав домой, посидел, проанализировал маленько, что и как. Дело в том, что датчик просто так сам по себе умирает крайне редко. Быстрее всего что-то делалось и его нарушили. Может быть, насос умирал, его меняли и колбу неоригинальными поставили. Но опять же, это догадки мои сейчас. В любом случае, я буду заказывать сейчас по мониторию. Посмотрю, какой более выгоднее заказать. Конечно, склоняюсь к оригинальному. Но если цена у него будет кусаться, буду искать альтернативу. Ну а так, будет у нас еще видео по замене топливного насоса в баке. Вместе с датчиком уровня. Да и сам факт того, что я осушил бак, насос в холостую помолотил. Тоже не есть хорошо для насоса. Поэтому вот такой я приобрел опыт. Вот такой мне сюрприз сегодня. Ну, зато я точно знаю на данный момент, какой у меня расход автомобиля. То, что там компьютер показывает средний расход, там 10,5-11 литров нет. Реально средний расход 13 литров. Я пробежал ровно 700 километров, получается, на полном баке. А бак, как я вычислил, у меня вместилось 68 литров на сухую. Ой, 68. 90 литров. 68 и 20, 88. Ну, там остаток какой-то был где-то неучтенный. Ну, 90 литров бак. Вот такие вот вещи. Зато, когда машина заглохла, у меня засветилась ошибка сначала. Неисправность коробки. Позвонил товарищу. Товарищ говорит, неисправность коробки здесь быть не может. Просто, когда автомобиль заглохнет на ходу, коробка отрубается. От этого такая ошибка выскакивает. Но стартер крутил, все нормально. Сейчас автомобиль запускается вообще без проблем. Все отрабатывает. Запас хода 640 километров. Ну, вот это реально, может быть, показывает вам как раз в тот момент, когда заглохло, я не посмотрел. Но также хочу сказать огромное спасибо, что есть друзья и товарищи, которые могут в любую минуту прийти тебе на помощь, как делом, так и советом. Сразу же отзвонили и сказали, где посмотреть, что сделать, потому что, когда встал в центре города, сразу начинаешь мониторить о плохом, что что-то серьезное. По факту, залей солярку и будет тебе счастье. На этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok